Здравствуйте, мои дорогие рыбы! С вами, как всегда, Евгения Таро и сайт magexpert.org. Сегодня у нас будет гороскоп Таро на февраль 2020 года и гадать будем, как обычно, на три основные сферы жизни – любовь, отношения, работу, карьеру и здоровье, самочувствие. Карты я, как всегда, подготовила заранее к гаданию, но давайте еще вместе их перетасуем и будем начинать. Давайте сначала достанем карты, а потом будем их трактовать. Первая карта – это личная жизнь, колесница. Вторая карта – работа, карьера, денежки. И здесь выпала жрица. Наконец, третья карта – здоровье и самочувствие, двойка мечей. Ну а теперь давайте трактовать. Итак, в теме личных отношений выпала карта колесница. Если вы сейчас в активном поиске находитесь, то эта карта просто прекрасная. Она говорит о том, что ваши инициативы могут увенчаться успехом и вы найдете себе пару. Причем встреча может произойти в каком-то путешествии, в дороге. Иногда колесница может указывать еще и на работу, но, как правило, речь идет о какой-то командировке. Колесница – это еще и транспортное средство, поэтому, может быть, действительно в дороге, в путешествии, но это может быть просто общественный транспорт, как вариант. Ну а еще эта карта может обозначать элементарно завоевание. Соответственно, если у вас есть избранник, избранница, то есть вы уже выбрали свою цель, действуйте активно и будет вам счастье. Если вы уже встретили свою вторую половину и ваши отношения уже достаточно серьезные и вы решили оформить брак, то вот этот месяц будет для бракосочетания просто прекрасный. Ваш брак обречен на успех. Только после того, как побываете в ЗАГСе, обязательно потом отправляйтесь в свадебное путешествие. Устройте себе ханимун или медовый месяц. Ну а если вы уже состоите в браке, то колесница говорит о том, что ваш брак идет к намеченным целям, то есть у вас со второй половиной много общего и виденье будущего приблизительно тоже одинаковое. Соответственно, вы можете двигаться вперед рука об руку, нога в ногу. Но эта карта тоже говорит о том, что необходимо куда-то съездить, попутешествовать, либо приобрести в семью автомобиль, ну или какое-то другое транспортное средство. В общем, лишним оно точно не будет. Ну а если в общем говорить об этой карте, то берите управление своей личной жизнью в собственные руки. И тогда вы добьетесь именно того, чего хотите. В позиции работы и карьеры выпала карта Старший Аркан Шрица. А это означает, что в вашей карьере большую роль в этот период может сыграть какая-то женщина. И благодаря ей, либо вопреки ей, вы можете достичь успеха. И если вы сейчас только в поиске своей работы, своего предназначения, то я вам порекомендую несколько направлений, в которых вы можете достичь максимального успеха, в чем вы можете быть удачливы. И первое направление – это все, что связано с системой образования, с обучением. Второе направление – это все, что связано с медициной. Третье – это химия, фармакология и фармацевтика. Четвертое – это психология. Ну и сюда же можно включить все, что связано с эзотерикой. А пятое направление – это IT-индустрия. Все, что связано с компьютерами, с интернетом, с программированием. Вот это все. Вот в этих направлениях, как я уже говорила, вы можете достичь максимума. Во всех остальных сферах деятельности может немножко не хватить вам знаний. И может не быть поддержки со стороны судьбы. Если вы уже работаете и работаете вот в тех сферах, которые я обозначила ранее, то все хорошо. Ваша карьера будет идти в рост, и у вас намечается хорошее развитие. Если же ваша работа не связана с теми профессиями, которые я перечислила, тогда карта жрица может указывать на то, что могут быть какие-то подводные камни в вашей работе, какие-то секреты, какие-то тайны. Какая-то может быть информация, к которой у вас нет сейчас доступа. И только спустя какое-то время вы поймете, как на самом деле обстояли дела в этот период в вашей карьере. И почему у вас, допустим, что-то не получалось, кто вам на самом деле ставил палки в колеса, и по чьей вине вы никак не могли добиться успеха. Я вам сразу дам такую подсказочку. Ищите женщину. Шерше ля фам. Именно она является причиной ваших неудач. Если что. Ну а если вы бизнесмен или бизнесвумен, то есть у вас есть свое дело, вы не работаете по найму, то опять же для вот тех сфер деятельности, которые я ранее перечислила, у вас в бизнесе все будет хорошо в этот период. Можете ловить удачу за хвост, как говорится. Ну а главное, что я хочу вам порекомендовать, это следующее. Если вас нет в интернете, вас нет нигде. Я надеюсь, намек вы поняли. Переводите ваш офлайн-бизнес в онлайн-режим, и будет вам счастье. В общем, успех за диджитализацией, друзья мои. Ну а теперь поговорим о третьей позиции расклада. Здесь у нас выпала двойка мечей. Эта карта в теме здоровья обычно обозначает проблемы со зрением. Возможно, есть смысл проверить зрение, посетить окулиста и подобрать себе очки или линзы. Также двойка мечей имеет отношение и к сердечно-сосудистой системе. Сердце необходимо беречь. И как можно меньше поддаваться стрессам и поменьше нервничать. У меня эта карта на практике довольно часто обозначает практикующего психолога. Возможно, не будет лишней консультации. Также нежелательно много времени проводить на холоде и в сырости. Поскольку двойка мечей – это карта масти мечей, а мечи – это колющие и режущие инструменты, то нужно соблюдать технику безопасности при работе с такими инструментами, особенно ножницами. Обычно я рекомендую при виде карт масти мечей в теме здоровья посетить парикмахера, сделать стрижку, сходить к мастеру маникюра и педикюра, проколоть уши или сделать татуаж для того, чтобы эта карта реализовалась по своим значениям самым безобидным способом. Ну что ж, мои дорогие, я благодарю вас за внимание. Спасибо за просмотр. И я надеюсь, встретимся в следующем видеосюжете. А я не прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok